Итак, в прошлый раз мы с вами выделили во взаимодействии нерелятивистской заряженной частицы с квантованным электромагнитным полем, одночастичное слагаемое. Это V1, которое можно было записать вот так. Здесь P у нас оператор, относящийся к частице, а векторный потенциал оператор, относящийся к полю. И я его написал как фоковский, то есть мы можем записать его через сумму по однофотонным состояниям. Здесь у нас получается нормировочный коэффициент 2πfc на V модуль K в степени 1, 2 базисной ордполяризации и лямбда. И у нас тут появлялись операторы уничтожения и рождения фотонов. Здесь у нас принцип локальности говорит нам о том, что R в аргументе – это опять-таки оператор координаты частицы. Да, действительно, это оператор, перемешивающий переменные частицы и поле. И он будет вызывать переходы, которые мы назвали радиационными. И мы поняли, что из-за того, что здесь операторы уничтожения фотонов стоят в первой степени, здесь будет речь идти в первом порядке теории возмущений, конечно же, именно о рождении или поглощении одного фотона. То есть это действительно однофотонные переходы. И давайте мы в качестве конкретного примера рассмотрим излучение. То есть такой переход, которым частица изначально находилась в состоянии n, и начальное какое-то, было какое-то количество фотонов n к лямбда. Состояние электромагнитного поля с определенным числом фотонов характеризуется числами заполнения каждой моды. И у нас произошло рождение фотонов на этой самой моде с заданным состоянием поляризации, с заданным вектором k. Так как спектр фотонов в конечном состоянии непрерывен, здесь, конечно же, мы будем пользоваться, как всегда при переходах в непрерывный спектр, золотым правилом Ферми. То есть скорость перехода я должен буду написать в виде интеграла, ну или, соответственно, суммы по всем конечным состояниям. И здесь мы понимаем, что у нас скорость перехода частицы из состояния и в состояние f со спусканием фотона мы можем записать. Ну, понятно, что суммирование по всем фотонным состояниям непрерывного спектра будет включать в себя суммирование по индексу поляризации и интеграл по dk. Ну, точнее, как мы понимаем, мы должны провести суммирование по всем клеточкам фазового пространства, но мы сразу давайте от трехмерного импульса d3p перейдем к d3k, ну, потому что они связаны просто, как мы помним, импульсы k через постоянную планку, соответственно, у нас получится объем d3k, и здесь, соответственно, у меня получится просто 2π в кубе без куба постоянной планки, которая у нас сократилась. Да, вот такое здесь будет. И здесь у нас, естественно, будет стоять матричный элемент нашего оператора взаимодействия, но соответствующий гармонике. А понятно, что если мы рассматриваем рождение фотона, то мне нужно будет взять вот это слагаемое, которое будет отвечать соответствующей гармонике с понижением энергии частицы. Разумеется, раз у нас рождается фотон, энергия частицы должна быть понижена. И здесь мы берем матричный элемент между начальным и конечным состоянием f от соответствующего амплитудного оператора, я вот так напишу f1 этого нашего оператора, и начальное состояние, и по модулю в квадрате, и энергетическая дельта-функция. Вот E, F минус E. Теперь я буковками F большое и большое, соответственно, обозначил вот эти вот состояния, состояние системы. Заряженная частица наша нерелятивистская плюс поле. Ну, смотрите, понятно, что каждый оператор мы будем усреднять по своим состояниям, оператор и частиц будем усреднять по векторам начального и конечного состояния нашей частицы, а оператор А+, нам нужно будет усреднить по состояниям поля. Эта штука довольно простая. Мы помним, что у нас оператор А+, действуя на начальное состояние с числом заполнения n калямбда, вытащит, естественно, просто корень из n калямбда плюс единица. И возведенная по модулю в квадрат, эта величина даст нам, естественно, просто n калямбда плюс единица. У меня сумма по лямбда интеграл v d3k на 2π в кубе. И вот здесь посмотрите, что появляется. Ясно, что у меня выделится в результате одна мода, ведь мы будем считать матричный элемент от одного оператора А+. Вот здесь у нас, правда, дальше идёт суммирование по лямбда интегрирования по dk, но под знаком интеграла у меня здесь берётся одно слагаемое. Что здесь возникнет? От квадрата модуля матричного элемента, естественно, возникает е в квадрате на m в квадрате, c в квадрате. Вот квадрат нормировочного множителя выдаёт нам 2π hc на v модуль k. Но, естественно, нормировочный объём, в котором мы рассматривали, мы считаем, что наше электромагнитное поле квантованное локализовано в каком-то макроскопически большом объёме, этот объём, естественно, сокращается и не входит в скорости перехода для какого-то локального процесса. Здесь у нас получается, дальше возникает вот этот самый множитель n к лямбда плюс единица, число заполнения. И это очень знаменательный факт. Если мы вспомним, с чего начиналась квантовая теория излучения, полуфинологическая модель Эйнштейна, его коэффициенты а и b, он первым ввёл в рассмотрение разделение всего излучения на спонтанное, самопроизвольное и индуцированное, вызванное уже присутствием фотонов. И как мы видим, мы как раз получили здесь коэффициенты Эйнштейна, по сути. Мы помним, что согласно полуфинологической теории Эйнштейна, у нас как раз вероятность индуцированного перехода на ту же моду больше вероятности спонтанного в n к лямбда раз. И вот мы, собственно, видим, что это множитель и есть разделение на вклады индуцированного излучения и спонтанного излучения, которые соотносятся в нужном отношении друг с другом. Так что наш подход общий, который мы использовали, он вполне согласуется с фемиологическими теориями, которые раньше строились. Мы уже на этой стадии видим такое приятное совпадение. Ну и что у нас дальше здесь в итоге остаётся? Смотрите, здесь у меня есть оператор P, который будет скалярно умножаться на вот это вот е лямбда. И теперь уже у меня я должен вычислять матричный элемент между состояниями частицы. Ну да, это е лямбда, не давайте е лямбда всё-таки вынесу. Это базисный ордполяризации, он не зависит от состояния частицы, а вот дальше у меня пойдёт от состояния частицы. Здесь у меня окажется оператор импульса частицы P вот отсюда. И вот ещё оператор, зависящий от частицы, от состояния частицы, е в степени минус и кр, где r у меня оператор координата частицы у нас получилась. И мы его усредняем между начальным и конечным состоянием. И эта величина у меня возникает по модулю в квадрате. Энергетическая дельта-функция в данном случае у меня оказывается. Ну, ясно, что конечная энергия есть конечная энергия частицы. Еф плюс энергия рождённого фотона. И в соответствии с дисперсионным соотношением у меня здесь получается H умега К, частота, которая будет С на модуль К у нас, и минус начальная энергия частицы. Ну, потому что все остальные фотоны остались на месте, и разница конечной и начальной энергии нашей системы записывается именно так. Ну, сразу обратим внимание, здесь у меня есть в интегрировании Д3К, вполне логично его разделить на интегрирование по модулю К и на интегрирование по углам вылета К. То есть в этом случае ту самую Д3К я должен расписать как К в квадрате ДК на Домега, где Домега – элемент телесного угла, который направлен в вектор К, то есть куда вылетает наш фотон. Здесь у меня остаётся суммирование по поляризациям фотона и интегрирование по Домега, потому что ясно, что интегрирование по ДК снимется как раз вот этой дельта-функцией. Да, у меня H омега К – это HC модуль К, и если я вытащу, вспоминаем, дельта от АХ – это единица на А дельта от Х, вытащу множитель HC из-под нашей, из аргумента дельта-функции, он возник как единица на HC в этом случае, то тут как раз останется, как видно, омега С модуль К минус Е минус Е, поделённое на HC в этом случае. То есть то самое значение К, которое диктуется законом сохранения энергии. И таким образом у меня добавляется множитель единицы на К и снимается интегрирование по ДК, где все выжившие К теперь равняются ничему иному. Ну давайте я буду писать. Мы вводили обозначение разность энергии, ну в данном случае Е минус Еф, поделённое на H, естественно, назвать H омега Ф частотой перехода нашей. И понятно, что К равняется омега Ф, поделённое на С во всех случаях. Да и так, что мы в результате получим после выполнения интегрирования по ДК? Давайте аккуратно разберёмся. Так как это у нас базовая формула для скорости такого радиационного перехода заряженной частицы изначального состояния в конечное с испусканием одного фотона с энергией, соответствующей закону сохранения энергии. А я так и получаю. П и Еф равняется. Давайте соберём все множители. Ну вот Е в квадрате на М в квадрате, С в квадрате у нас остался. Множитель H, С у нас сокращает вот этот множитель H, который появился. Вот здесь единица на H из дельта функции сокращает вот этот множитель H. 2П вверху, 2П вкубе внизу. Внизу у меня остаётся 4П в квадрате. 2П в квадрате. Н к лямбда плюс... А, это у нас ещё под знаком суммы. Ещё константы у нас возникнут. Но у нас, как видно, сократится один множитель K. И выживший множитель K мы должны будем подставить вместо него его значение, которое будет омега и Ф, поделённое на С. Омега и Ф – это частота перехода в данном случае. На самом деле мы с вами уже установили одну очевидную, но важную вещь. В первом порядке теории возмущений у меня наша частица светит на частоте перехода. То есть испускает фотон с частотой, равной частоте перехода. Как раз. Вот у меня здесь появилась уже омега и Ф – разность как раз Е минус Еф, поделённая на H. Да, омега и Ф к С. И вот уже дальше у меня остаётся сумма по лямбда и интеграл уже просто под омега, по углам вылета. У нас остался под знаком интеграла. Вот здесь у меня остаётся n-ка лямбда плюс единица, задающая разделение всех переходов на спонтанные и индуцированные. Ну и, собственно, как видно, наш матричный элемент. Всё остальное мы с вами уже учли. И, да, то есть возникает Е лямбда П и Е в степени минус и КР. И по модулю в квадрате замечу, что здесь уже модуль, что К в этом соотношении у меня уже зафиксирован по модулю. Это омега и Ф к С, умноженное на единичный вектор n, направленный, который смотрит в элемент телесного угла Д омега. Как раз. Да, вот такое соотношение у нас получается для скорости перехода. А! Неправда, потому что я, смотрите, я понял, меня в золотом правиле Фермия сразу, дальше сразу стал писать интегральную часть, где сумма по конечным состояниям непрерывного спектра на формуле золотого правила Фермия было ещё 2π на h. В самом начале вот этот коэффициент мы не учли. Соответственно, понятно, что у нас h добавится внизу, а здесь вместо 4π в квадрате останется 2π. Вот теперь уже выражение приобрело правильный вид, окончательный. Давайте им будем пользоваться. Ну, понятно, что разделение переходов на спонтанно индуцированные мы всегда успеем сделать. Нам для этого надо иметь информацию о начальном состоянии электромагнитного поля, то есть есть ли в области локализации нашей излучающей частицы фотона той моды, на которой мы смотрим излучение. Поэтому для сокращения формул дальше давайте посмотрим спонтанное излучение. Ну, то есть процесс, когда частица, находящаяся в состоянии И, перешла в состояние Ф и спустила фотон с заданными К и λ, причём модуль К определяется, как мы заметили, частотой перехода. Однозначно. Это фактически означает, что мы здесь дальше n к λ положим нулю, то есть будем считать, что до этого процесса, до этого радиационного перехода никаких фотонов в области локализации заряженной частицы не было. То есть весь этот процесс происходил на фоне электромагнитного вакуума. В этом случае я замечаю, что если я беру вот это выражение, я могу узнать среднюю энергию излучения, ну, просто умножив в единицу времени, я бы сказал, среднюю интенсивность излучения, лучше так назвать, умножив скорость перехода, то есть вероятность испускания фотона в единицу времени на энергию этого фотона, которая, естественно, равняется h омега, ну, то есть h омега f. Соответственно, я получаю, что у меня интенсивность, которая есть h омега f умноженная на pf, она, как видно, теперь уже мы, давайте, соберемся вместе, примет следующий вид e в квадрате, омега f будет уже в квадрате. У меня в этом случае внизу остается 2π, m в квадрате c в кубе, собрало вместе все множители, ну, и здесь остается у меня сумма по лямбда, интеграл под омега, вот уже знакомого нам матричного элемента между начальным и конечным состоянием нашей заряженной частицы. Вот такое выражение у нас получается. ясно, что если я сниму суммирование по лямбда, то у меня получится интенсивность излучения для отдельной поляризации, одной из двух возможных базисных выбранных поляризаций. Ну, а если я сниму интегрирование p до омега, я просто получу распределение интенсивности по углам вылета в этом случае. Так что эта формула у меня содержит в себе все такие выражения. Но при этом мы всегда можем проанализировать, и мы вспоминаем, что у нас для каждого вектора k, вот у меня вектор k смотрит у меня в элемент до омега, я выбираю два базисных ортополяризации, e1, e2, которые перпендикулярны вектору k и перпендикулярны друг другу. Да, и понятно, что геометрия состояния нашей частицы, она уже в значительной степени определяет характер излучения, и поляризацию нашего излучения, и угловое распределение. Но здесь дальше мы не сможем что-то уже делать без конкретики, без конкретизации конкретной, ну, нашего начального и конечного состояния заряженной частицы. То есть мы должны понимать, как могут выглядеть состояния ИФ, чтобы понять, что будет с излучением. Ну, давайте возьмем, например, какой-нибудь пример. В качестве примера я возьму заряженную бесспиновая частицы, которая находится в центрально-симметричном поле, у которой состояние ИФ – это состояние в центрально-симметричном поле, то есть состояние с определенными значениями набора квантовых чисел НЛМ. Замечу, что то, что частицы именно бесспиновые, ну, я уже запрограммировал на самом деле предшествующими действиями, мы когда выводили вот этот оператор взаимодействия одночастичный, мы, собственно, не учитывали наличие у частицы магнитного момента, связанного со спином. В принципе, у многих заряженных частиц, например, у электронов, которые являются фундаментальными частицами, ну, и тем более у составных частиц, например, протонов, там, нейтронов. Нейтрон нейтральный, но у него есть магнитный момент, так что он взаимодействует с квантованным электромагнитным полем, значит, тоже может участвовать в радиационных процессах. Да, но тогда, конечно, мне нужно было бы добавить к оператору взаимодействия, который я взял просто как для точной частицы, слагаемое, отвечающее взаимодействию магнитного момента нашей частицы с магнитным полем, с магнитной компонентой поля. В принципе, ничего такого неординарного в этом нет. Мы знаем, как записать оператор магнитной напряженности или магнитной индукции через, ну, B у нас просто ротор A, того самого оператора, который мы сегодня уже выписывали. Так что мы знаем, мы выписывали это выражение, как выглядит оператор B, и, соответственно, надо будет просто написать минус скалярное произведение мю на B. И в нем, естественным образом, появится тоже слагаемый, содержащий оператор уничтожения, оператор рождения фотонов. То есть это тоже будет некий вклад, соответствующий в оператор взаимодействия, и он даст свои же вклады и вероятность перехода. Но это уже требует такого отдельного вычисления. Мы должны тогда посмотреть, как это работает. Заряженная бесспиновая частица в центрально-симметричном поле. И я задам вопрос, как будет выглядеть это выражение для перехода между двумя S-состояниями. Допустим, меня интересует переход из S-состояния в S-состояние. И, конечно же, в этом случае я понимаю, что я могу записать, вычислить этот маточный элемент в координатном представлении. Координатные волновые функции начального и конечного состояния, это волновые функции S-состояния, они являются функциями, мы помним, только радиальной переменной. То есть я понимаю, что в этом случае Psi и от R это какая-то функция Psi и от R по модулю. Ну и точно так же для F просто стоят функции. Здесь у нас оператор P в координатном представлении это минус HD, PDR. Этот оператор будет действовать, как мы видим, на экспоненту и на волновую функцию нашего начального состояния. Соответственно, я понимаю, что когда я буду дифференцировать экспоненту, у меня просто будет выскакивать вектор K. Но дальше этот наш оператор скалярно умножается на вектор Е-лямда, вектор ордполяризации, который перпендикулярен K. Поэтому я сразу понимаю, что этот вклад даст 0 и, соответственно, мне его рассматривать не нужно. И, соответственно, когда я буду писать Е-лямда на F P в степени минус и Kr, и я могу сразу оператор дифференцирования через экспоненту пронести. И у меня это станется то же самое. У меня возникнет интеграл по координатному пространству по ДР на Е-лямда. Здесь будет волновая функция FF сопряженная, только от радиальной переменной на Е в степени минус и Kr, где K наш волновой вектор. И будет он умножаться также на производную от у меня получается минус H умножителем D FI T по ДР градиент этой самой конечной функции. Вот такой интеграл у меня в этом случае получится. Но смотрите, поскольку эта функция зависит только от радиальной переменной, то ее градиент, конечно же, даст просто производную FF по R от R на ОРТ в направлении вектора R. Да, естественно, я могу при вычислении интеграла выбрать наиболее удобную мне систему координат. Я выберу, разумеется, сферическую систему координат, отправив ось Z по направлению вектора K, ну, которое у меня есть выделенное направление в подинтегральном выражении. Ну, а базисные ОРТ и Е-лямда я могу взять при этом как и Х и У. Да, то есть я могу так сделать. Если я запишу, что K у меня вот так, но, соответственно, Е1,2 отождествлю с ЕХ и У. Такой базис вполне можно выбрать. То, что я обнаруживаю? Ясно, что у меня умножение Е-лямды на Е-р, то есть Е-кс или Е-грик на Е-р выдаст мне компоненту соответствующего компоненту поекцию Е-р на оси или Х или У. То есть это будет синус тета косинус фи или синус тета синус фи, соответственно. Да, и под интегралом у меня возникает интеграл от нуля до бесконечности Д-р Р в квадрате интеграл от нуля до пи Д-тета синус тета интеграл от нуля до 2 пи Д-си. Я так, может быть, принудительно, старательно, длинно все это пишу, потому что что у меня возникает? Ну, я понимаю, что у меня там минус H Фи сопряженная F на Си и штрих это все функция от радиальной переменной. Я это не буду писать даже. У меня возникает Е в степени минус и Кр косинус тета в этом случае. Здесь у меня как раз тета это в данном случае именно угол переменной интегрирования, угол нашей сферической системы координат полярной. То есть угол между осью Z вектором К и направлением вектора Р у нас получается. Но и из-за скалярного произведения у меня там возникает синус тета и будет оно умножаться либо на косинус Фи, либо на синус Фи в зависимости от значения лямбда 1 или 2. Естественно, посмотрев на этот интеграл, мы говорим, зачем было его собственно выписывать. Тут же виден интеграл под Фи от 0 до 2 Пи от синуса или от косинуса. Он очевидно ноль. И чего там в остальных местах стоит, какие там еще интегралы нам требуется вычислить, это становится уже неважно. Я обнаруживаю, что это точно ноль. Я даже не посмотрел, как выглядели радиальные волновые функции. Я собственно пришел к замечательному выводу. Я говорю, что радиационные переходы заряженной частицы в центрально-симметричном поле между состояниями не происходят. Никакой фотон в таком переходе не испускается. У нас то получилось в общем виде для всех переходов из С в С, для всех нелетивистских заряженных частиц в центрально-симметричном поле. Вот мы сразу видим, что действительно всякая симметрия состояний она уже способна создать, ну как мы вспоминаем, если вспоминаем атомную ядерную физику, мы сразу понимаем, что из этой симметрии немедленно будут следовать правила отбора для данного перехода. То есть мы будем сразу видим, какие комбинации начальных и конечных квантовых чисел будут отвечать состояниям, между которыми возможен такой радиационный переход. Это, собственно, и называется правилами отбора. Как мы помним, вы их как раз проходили в той же атомной физике правила отбора, например, для атомных электромагнитных радиационных переходов. А там был как раз переход между состояниями электрона, мы считаем самосогласованное поле атома сферически симметричным, так что, по сути, это переход между состояниями сферически симметричного поля. Ну и, в частности, переход из СВС действительно был запрещен. Впрочем, мы еще не до конца исследовали построенное выражение в общем виде, ведь мы на самом деле пока вот в этой формуле, пусть она у нас замечательная, я уже начал пытаться ее применять, но в ней есть с точки зрения теоретика некоторый дефект. В нем есть то, что теоретики называют превышением точности. В самом деле, на самом деле мы ведь исследуем нелитивистские частицы. То есть, уже когда мы строили оператор взаимодействия, мы пренебрегли поправками не низшего порядка ПВКЦ. Мы оставили только поправки низшего порядка ПВКЦ в действительности в этом выражении. Между тем, в нашем выражении есть величина, в которой мы оставили поправки сколь угодно высокого порядка. И в данном случае речь идет вот об этой экспоненте. А на самом деле я, конечно же, понимаю, что как бы характерная величина показателей этой экспоненты КР, да, вот это скалярное произведение, которое там стоит по порядку величины, это что такое? Ну, К это у меня 2П поделенное на лямбда, ну, а Р, если мы скажем, что область локализации нашей заряженной частицы, размеры области движения, которое она совершает, порядка какого-то там Р большого, есть некий радиус, внутри которого она точно локализована, то я понимаю, что это величина, так даже написано, меньше ли порядка, чем 2П Р поделенное на лямбда. Ну, а если частица совершает в этой области какое-то характерное движение, скажем, периодическое обычно у нас именно есть какая-то характерная частота движения, понятное дело, для частиц, локализованной, для квантовой частицы, локализованной в области конечного размера, и поэтому мы, конечно же, скажем, что Р это порядка такой характерной скорости на период, в то время как лямбда, естественно, скорость света на период, ведь частоты излучения будут отвечать частоте перехода, а значит, и периоды будут совпадать. Ну, и, конечно же, увидим, что это величина порядка в акциях, сама по себе, так что на самом деле сохранение экспоненты в этом выражении есть заведомое превышение точности. Ну, и действительно, если мы вспомним фенологическую теорию излучения, то мы вспомним, что там мы не получали выражение в общем виде, а там мы обычно писали отдельное выражение для интенсивности излучения, ну, скажем, в электрическом дипольном приближении, в электрическом квадрупольном, в магнитном дипольном. То есть мы использовали мультипольное разложение, которое, собственно, и было разложением по R-клямда или по ВЭКЦ. И для нейритивистских систем это непросто, естественно, это обязательно нужно сделать, ну, или, по крайней мере, когда мы пишем без такого разложения, то есть когда мы пишем экспоненты, не разложенные по степеням своего показателя, то мы должны помнить, что в действительности рассмотрение высших порядков по ВЭКЦ на базе этой формулы некорректно. Мы всегда должны выделять слагаемое определенного порядка по ВЭКЦ из этого выражения. Ну и ясно, что я могу записать Е в степени минус ИКР как единица минус ИКР плюс и так далее. То есть я на самом деле должен рассматривать некий ряд, и именно он и соответствует мультипольному разложению. Давайте так напишу, что это собственно в нашей модели это и есть мультипольное разложение. В данном случае оно реализуется как разложение этой экспоненты в нашей формуле. Ну давайте посмотрим основное слагаемое. Если я беру только единицу, то естественно мое выражение в этом случае упрощается. и матричный элемент который там присутствует Е лямбда на вот матричный элемент от импульса оператора импульса умноженного экспонента превращается просто в матричный элемент от оператора импульса. Чтобы четче понять с чем мы имеем дело давайте проведем небольшое естественное преобразование. этого выражения следующим образом. Я, конечно же понимаю, что оператор импульса я могу записать как М ДР по ДТ если бы воспользуюсь Газенбергской формой описания эволюции квантовой системы и соответственно у меня ДР по ДТ я запишу как ИК-АШ коммутатор гамильтаниана СР гамильтаниан нелитивистской частицы у меня будет содержать П в квадрате на 2М слагаемая кинетической энергии и слагаемая потенциальной энергии зависящая от Р. Вообще говоря если мы не рассматриваем всякие гироскопические силы зависящие от импульса то там будет часть зависящая от Р потенциальная энергия наиболее типичная для нас задача естественно коммутатор у АТР с Р будет равен нулю любая функция любой оператор коммутирует функцию от самого себя и мне фактически надо вычтеть коммутатор от П в квадрате на 2М так что у меня получается и на 2А коммутатор П в квадрате а нет давайте сейчас извините я чуть увлекся так конечно можно делать но тогда мы придем к тому же результату нет я пожалуй оставлю его так и давайте это использую в вычислении матричного элемента лучше смотрите у меня получается Е лябда и М каш у меня выскочило в качестве множителя а вот тут я давайте его явно распишу Hr минус Hr на И но смотрим у меня естественно гамильтониан действуя на свой собственный вектор и выдает энергию Е а здесь Эрмитов оператор гамильтона мы можем его действие перекинуть налево да и H под действуя на F выдает свое собственное значение Е в результате у меня останется матричный элемент от оператора координаты умноженные на Е F минус Е да поделенные на H ну можно взять со знаком минус соответственно Е минус Е и Е минус Е поделен на H даст как раз частоту перехода я обнаруживаю что это минус и М омега и F у меня возникает и на произведение Е лямбда на матричный элемент оператора координат а в выражении для интенсивности для средней интенсивности излучения у нас стояло Е квадрат квадрат заряда частиц понятно будучи внесенным под знак квадрата модуля матричного элемента ему можно внести сюда как Е в первой степени но тогда здесь у меня возникнет Е то есть оператор электрического дипольного момента нашей частицы и таким образом я могу переписать в этом случае выражение для средней интенсивности излучения в виде ну смотрим у нас Е в квадрате исчезло омега и Е у нас и так было в квадрате а тут оно еще раз возведется в квадрат у нас возникает омега и Е уже в четвертый также у нас внизу было 2П М в квадрате С в кубе здесь у нас М в квадрате возникает в числителе то есть оно сократит М в квадрате внизу и у нас остается просто единица на С в кубе и матричный элемент теперь у нас будет скалярное произведение Е лямбда на матричный элемент оператора дипольного момента между начальным и конечным состоянием то есть в этом случае когда мы этот экспонент оставили единицу интенсивность оказалась пока мы еще у нас сумма по лямбда интеграл под омега здесь они пока сохранились мы пишем полную интенсивность перехода я вижу что интенсивность оказалась пропорциональна квадрату модуля оператора электрического дипольного момента ну то есть понятно что это как раз и есть Е1 излучение то есть в этом случае мы как раз и имеем дело с электрическим дипольным излучением понятно что в общем случае следующая слагаемая е в степени минус икр даст следующие слагаемые квадрупольного разложения то есть вообще говоря это Е2 плюс М1 но в данном случае магнитное дипольное излучение у меня точечная частица без магнитного момента пока и соответственно естественно что в М1 излучение будет входить только магнитином связанный с орбитальным моментом ну то есть он будет там миноль на L соответственно но это тем не менее он может быть у точной частицы орбитальный магнитином связанный с орбитальным движением так что здесь может появиться Е2 плюс М1 следующая слагаемая квадратичная пока будет Е3 плюс М2 ну и так далее то есть мы действительно обнаруживаем что у нас реализуется схема такого излучения разбора общей интенсивности излучения на вклады мультипольных слагаемых и мы можем действительно ее реализовывать для каждой конкретной излучающей системы рассмотрим еще один конкретный пример мы рассматривали центрально-симметричное поле перехода из СВС то есть понятно что для того чтобы пример стал конкретным нам самое важное это выбрать конкретную симметрию системы так вот у меня пример я возьму линейную систему то есть такую в которой наша заряженная частица совершает одномерное движение ну можно в этом случае считать ось вдоль которой она движется ось UZ значит у меня по движению по осям XY каким-то образом запрещено очень высокие потенциальные барьеры очень маленькая локализация и частица находится в основном состоянии чтобы даже перейти в низшее возбужденное ей нужна очень большая энергия а вот по оси Z она движется значительно более близко расположенные возбужденные уровни поэтому там она может находиться в возбужденном состоянии при относительно небольшой энергии вот такая система в этом случае у меня оператор R можно записать как Z на EZ ну и то же самое будет относиться скажем к оператору импульс следовательно если я запишу у меня выражение для средней интенсивности E1 или уже я напишу так электрического дипольного излучения то как мы заметили у меня получается омега E в четвертой на 2 пиццы в кубе и на сумму по лямбда интеграл по D омега вот E лямбда здесь у меня должен стоять матричный элемент оператора R ну то есть дипольного момента E умноженный на R ну давайте я обратно E в квадрат сразу вынесу и здесь когда я буду считать матричный элемент от оператора R то у меня сразу выскочит постоянный вектор EZ так что здесь возникает такое скалярное произведение под знаком модуля в квадрате а мне уже надо будет при этом усреднять между начальным и конечным состоянием просто оператор Z соответствующий координат и такое отделение конечно о многом говорит в этом случае у меня здесь возникает вот это вот то есть у меня если я возьму интенсивность E1 излучение возьму одну какую-то конкретную поляризацию лямбда то это будет то же самое выражение просто будет убрана сумма по лямбда но посмотрите ведь если у меня движение происходит вдоль оси Z вот у меня есть вектор EZ да как мы заметили оси XY и частица вылетела в каком-то направлении задаваемый волновым вектором K наш фотон вылетел то я конечно же замечаю что базисные орты состояния поляризации то есть два вектора E1 E2 перпендикулярные K я всегда могу выбрать как я могу выбрать вектор E1 в плоскости проходящей через вектор K и оси Z да в этом случае если у меня θ угол сферический угол вылета фотона то угол между E1 и EZ будет просто π пополам минус θ и соответственно скалярное произведение будет косинусом π пополам минус θ это единичные векторы ну то бишь синусом θ здесь у меня просто возникнет синус θ для E1 да в этом случае я обнаруживаю что при λ равняется единице я получаю ну вот этот множитель E в квадрате омега E в четвертой на 2 πc в кубе здесь у меня возникнет синус квадрат θ на матричный элемент я вот так просто напишу Z и F по модулю в квадрате здесь уже конечно для того чтобы что-то посчитать нам надо знать более подробно нашу систему не только что она линейная знать потенциал в котором наша частица движется чтобы знать стационарные волновые функции по которым считаем этот матричный элемент ну вот это у меня получается для лямбда равняется единице а при этом второй вектор ну поскольку мы первый построили в плоскости проходящей через ось Z то в этом случае второй вектор E2 у меня окажется перпендикулярен оси Z он будет лежать в плоскости XY и понятно что в этом случае скалярное произведение E2 на EZ будет просто 0 то есть мы обнаруживаем 0 для лямбда равняется 2 и мы таким образом установили что излучение любой линейной системы линейно поляризовано в плоскости проходящей через вектор вылета фотона вектор волновой вектор фотона вылетевшего то есть через направление вылета фотона и направление движения нашей линейной системы через ось колебаний нашей линейной системы это общее свойство электрического дипольного излучения всех дипольных всех линейных систем оно таким образом оказывается линейно поляризовано я вот тут ставлю восклицательный знак и пишу что у меня излучение линейно поляризовано но я не только это установил да и тут прошу прощения здесь у меня еще интеграл под омик должен был остаться да я установил и угловое распределение излучения да то есть если я сниму интегрирование под омик я получаю что угловое распределение д и е1 и f уже мне не надо писать индекс лямбда я уже знаю что у меня излучение находится в одном и том же состоянии базисном если выбрать так поляризационный базис то у меня излучается только одно состояние при лямбда равняется единице я обнаруживаю что угловая интенсивность излучения это е в квадрате омега е в четвертой на 2п c в кубе ztf по модулю в квадрате этот маточный элемент определяет как бы общую величину интенсивности а вот ее угловое распределение описывается просто вот этим синусом квадрат ну то есть мы имеем то что мы в нельтивистской теории излучения называли дипольной диаграммой направленности вдоль направления колебаний система не излучает а максимум излучения в направлении перпендикулярном если нарисовать так называемую диаграмму направленности которая показывает среднюю интенсивность излучения в каждом из направлений приходящиеся на каждое из направлений то мы получаем такую двухлепестковую как раз дипольную двухполисную диаграмму направленности как и положено. Кстати, и свойство линейной поляризации линейных систем, оно тоже характерно было и для классической электродинамики, для классических излучающих систем в электрическом дипольном приближении. Так что мы видим, что эти свойства связаны с симметрией системы, с её линейным характером, и с тем, что мы используем электрическое дипольное приближение. Здесь мы во всём сразу разобрались. А если перейти к высшим мультипольным слагаемым? Ну, здесь мы сразу же должны сказать, стойте, стойте, для линейной системы, для точечной частицы без магнитного момента, совершающей колебания вдоль одной оси, и орбитальный момент тождественно равен нулю, потому что P всегда сонаправлен с R, и, следовательно, у такой системы не может быть магнитного момента. У неё не будет магнитного дипольного излучения. Поэтому я понимаю, что для такой линейной системы у меня есть ещё одно замечательное свойство. Тоже я понимаю, что и М1 для этой системы тождественно равняется нулю, но опять-таки просто в силу её симметрии того, как она устроена, у неё нет магнитного момента, значит, нет и магнитно-дипольного излучения. Ну, а в этом случае весь вклад следующего слагаемого из разложения экспонента принадлежит Е2, то есть электрическому квадрупольному излучению, которое таким образом мне довольно легко можно сразу проанализировать. Ну, я просто вернусь к общему выражению. У меня в этом случае ИФ, ну, у нас было Е в квадрате омега Е в квадрате на Пи 2Пи М в квадрате С в кубе. У меня было вот такое выражение на сумму по лямбду интеграл под омега. И для спонтанного электрического квадрупольного излучения нерелятивистской системы мы опять-таки просто берём маточный квадрат модуля такой скалярного произведения Е лямбда на маточный элемент между начальным и конечным состоянием частицы. Ну, и теперь я должен от экспонента оставить следующее слагаемое минус и КР. Соответственно, у меня в этом случае здесь П на скалярное произведение КР и по модулю в квадрате, но минус и, возведённое по модулю в квадрате, естественно, даст единицу. Поэтому можно его сюда сразу не писать. У меня возникает сразу вот такое выражение. Но для излучающей системы, линейной, если мы рассматриваем линейную систему, я понимаю, что здесь у меня выживет просто КЗ на Z. То есть здесь у меня в действительности окажется К косинус тета. Здесь по-прежнему тета – это угол вылета фотона. У меня фактически на Z. Ну, а здесь, конечно же, получается, а здесь у меня получится ПЗ на ЕЗ. В результате у меня снова возникает в матричном элементе отдельное скалярное произведение Е лямбда на ЕЗ. И мы уже понимаем, что это означает. Мы обнаруживаем, что у такой системы и квадрупольное излучение линейно поляризовано. Для того же линейного базиса мы опять скажем, что Е2 и Еф для лямбда равняется 2. По-прежнему будет равно 0. Остается только опять же при излучении линейно поляризовано в той же самой плоскости. То есть это на самом деле даже еще не только для дипольного излучения характерно, но мы видим, как это вылезает. Каждый раз, когда у меня вытащится вот такое скалярное произведение, оно будет давать такую линейную поляризацию. Но к тому же мы помним, что это скалярное произведение для лямбда равняется 1. Для излучаемой поляризации дает синус θ, возводится он потом в квадрат. Но здесь у меня есть еще и косинус θ. В этом случае мы обнаружим, что если записать Ди, Е2, ЕФ по Д омега, уже без суммирования по лямбду, потому что поляризацию мы выяснили, то у меня получается К, который здесь возник, напоминаю, здесь выяснили, К в квадрате выдаст. К – это у меня омега и ЕФ, поделенное на С, так что его квадрат опять повысит здесь степень омега до 4. Я добавляю омега и ЕФ в квадрате, поделенное на С в квадрате сюда. И здесь, как мы обнаруживаем, возникает синус квадрат θ от скалярного произведения на косинус квадрат θ, вылезший из скалярного произведения К на Р. И остается квадрат модуля матричного элемента по ZZ. Его мне уже придется вычислять по конкретной системе, зная волновые функции начального и конечного состояния. В целом это какие-то функции Z, так что мы дальше его вычисляем. Он будет определять общую интенсивность, этот матричный элемент, а угловое распределение мне тоже уже вполне понятно. Я опять обнаружил, что у электрического квадрупольного излучения мы имеем такую 4-х лепестковую теперь диаграмму направленности. То есть если я ее теперь здесь нарисую, я вижу, что у меня как раз при θ равняется π пополам, косинус зануляется, и поэтому теперь мы имеем какую-то вот такую диаграмму направленности излучения 4-х лепестковую, тоже вполне стандартную, тоже абсолютно копирующую то, что мы видели в классической электродинамике для линейных излучающих систем. Так что видите, диаграммы направленности излучения в каждом вкладе мультипольного разложения в данном случае определяется именно линейностью, то есть симметрией системы, а не тем используемой квантовой или классическую теорию для описания движения частиц. Такая вот у нас, ну и для описания движения фотонов, которые потом родились. Так что вот такой вот любопытный результат мы получили, и он вполне естественен, многое из этого оказалось нам знакомо. То есть теперь, если нам дают уже конкретную частицу, говорят, конкретный потенциал, скажем, удерживающий частицу в некоторой области на оси z, то тогда мы посчитаем полностью всё. Мы поляризацию уже знаем, угловое распределение знаем, но тогда мы вычисляем соответствующие матричные элементы и видим вклады каждого излучения в общую интенсивность. Опять же, по матричным элементам мы узнаём правила отбора. Ну видно, что здесь в электрике 1 излучение у меня был просто матричный элемент от z, здесь матричный элемент от другой конструкции, так что, в принципе, условия, при которых эти матричные элементы отличаются от нуля, могут быть разными. Так что правила отбора действительно для дипольного и квадрупольного излучения линейные системы могут быть разными. Но теперь уже вопрос только за тем, какая это у нас конкретная система. И тогда мы можем и правила отбора тоже установить, и полную интенсивность тоже вычислить до самого конца. Вот у нас всё находится теперь в наших руках. Любопытный вопрос. Да, давайте отметим ещё. Повышение степени скорости света в знаменателе для квадрупольного излучения напрямую, конечно же, указывает нам, что для нелитивистской частицы, если у неё для какого-то перехода есть вклады и Е1, и Е2, то вклад Е2 будет много больше, чем вклад Е1. Ну, даже понятно, что соответствующий вклад будет порядка В в квадрате к С в квадрате по отношению. То есть я вижу, что у меня в целом интенсивность Е2 излучения относится к интенсивности Е1 излучения. Если для данного перехода есть обе, оно будет порядком В к С в квадрате. То бишь действительно для нелитивистской системы значительно слабее. Ну и это же относится к последующим слагаемым мультипольного разложения. Ну, вы в общем виде понимали, что мультипольное разложение есть разложение по степеням В к С для матричных элементов. Для интенсивности, естественно, по степеням В в квадрате к С в квадрате. У нас при этом получается. Хотя не всегда, конечно же, у нас могут быть разные правила отбора, поэтому может случиться так, что есть переходы, для которых как раз Е1 излучение не работает, и тогда Е2 становится основным вкладом, и именно оно будет определять реальную интенсивность излучения при соответствующем переходе. Если действительно ситуация такая, как поначалу сказал я, когда есть какой-то переход, на котором возможен и Е1, и Е2 излучение, то, как правило, Е2 можно пренебрегать. И даже, может быть, в какой-то степени правильно пренебрегать, потому что мы уже пренебрегали, при выводе всех этих формул, мы уже пренебрегали поправками порядка в экс в квадрате. Да, и учет интенсивности Е2 как поправки к Е1 не совсем корректен. Тогда уж нам нужно вернуться к исходному гамильтыниану и посмотреть, какие там были еще слагаемые в этом порядке. Возможно, они тоже дадут какой-то вклад на этом уровне точности. То есть тогда уж мы должны более аккуратно все проанализировать в этом случае. Ну вот мы научились анализировать вклады, различные мультипольные вклады, ну, по крайней мере, мы для линейных систем уже, можно сказать, во всем разобрались. Этот пример оказался довольно простым. Но мне бы хотелось вспомнить еще про одно слагаемое, которое у нас было. Да, я должен спросить себя, а что с двухфотонным слагаемым? Как мы помним, у нас помимо однофотонного оператора взаимодействия нелитивистской частицы с квантованным электромагнитным полем, мы также рассматривали двухфотонное слагаемое, я давайте напомню его структуру. В2 у нас появлялось как Е в квадрате на 2МС в квадрате и на оператор векторного потенциала свободного квантованного электромагнитного поля. Вот такое выражение у нас возникало там. Изо тоже из слагаемого кинетической энергии. И здесь, как мы видим, оператор соответствующей частицы, а только оператор координаты, стоящий в аргументе А в соответствии с принципом локальности. Ну и расписывая его через оператор рождения-ничтожения фотонов, здесь нам придется подписать сумму пока лямбда и пока штрих лямбда-штрих, чтобы расписать произведение. Я увижу, что у меня получается 2ПХЦ на В корень из кака-штрих. Произведение нормировочных множителей даст вот такое выражение. возникнет скалярное произведение Е лямбда на Е лямбда-штрих и возникнет перемножение двух скобок с операторами А минус А+. Ну а давайте сразу их распишу. Раскрою эти скобки, чтобы у меня были, смотрите, А минус К лямбда, А минус К штрих лямбда-штрих. Понятно, что здесь возникнет экспонента. Это Е в степени и К плюс К штрих р. Вот здесь стоит оператор частицы. Ну и точно так же у меня будет А плюс К лямбда, А плюс К штрих лямбда-штрих. В этом случае Е в степени минус и К плюс К штрих р. Ну и два оператора, две пары произведения операторов А+. А минус А минус тоже с довольно понятной структурой. Там, где А минус у меня всегда стоит Е в степени и Кр, там, где А плюс всегда Е в степени минус и Кр. Так что здесь у меня получится К штрих минус К на Р. И, наконец, оператор А минус К лямбда А плюс К штрих лямбда-штрих Е в степени и К минус К штрих р. Вот то выражение, которое у нас получается. Да и действительно, если мы здесь рассматриваем спонтанное излучение, ну, понятно, что все можно проанализировать, но для спонтанного излучения, там, где у меня в начале нет никаких фотонов, все слагаемые с операторами А минус, их матричные элементы, там, где начальное состояние вакуумное, для поля дадут ноль. И поэтому спонтанное излучение будет давать вклад только вот это слагаемое с двумя операторами А плюс. И в этом случае мы видим, что при переходе за счет такого у нас частица совершает переход изначального в конечное состояние со спусканием двух гамма-квантов. Это приведет к очень важному изменению, которое позволяет нам сказать, что на самом деле, конечно же, двухфотонные переходы, ну, они радикально отличаются от однофотонных, потому как здесь нет такого характеристического спектра излучения. Ведь выражение для скорости перехода в соответствии с золотым правилом Ферми, когда я буду писать вот это вот ПФ, у меня там тоже возникнет сумма по лямбда, лямбда-штрих интегралы возникнут. ВДК на 2Пи в кубе, ВДК-штрих на 2Пи в кубе. Да, здесь возникнет квадрат модуля матричного элемента от амплитудного оператора, ну, в том числе и вот от этого, который выдаст, естественно, у меня единички для начального вакуумного состояния при усреднении, и возникнет матричный элемент вот от этой экспоненты между начальным и конечным состоянием частицы. Но, что важно, там будет дельта-функция, разность начального и конечного энергии системы, да, получается ЕФ, получается плюс ХЦК, плюс ХЦК-штрих минус Е. То есть в этом случае я обнаруживаю, что у меня не К и К-штрих зафиксированы по отдельности, а сумма К и К-штрих оказывается зафиксированы этой экспонентой, этой дельта-функции. Соответственно, у меня снимется интегрирование только по одному, ну, скажем, по К-штрих, по одному модулю волнового вектора, а по второму возникнет некое распределение. Конечно, у меня К-штрих зафиксировано, но при этом К равняется Омега и Ф, да, минус К-штрих. Ну, давайте, я понимаю, что поскольку обе эти величины положительны, это же модули, то это требование, оно ограничивает область изменения обоих переменных. Да, и при каждом выбранном К-штрих в соответствии, ну, у меня К-штрих будет всегда Омега и Ф минус К, Омега и К будет меняться от нуля до Омега и Ф к С. То есть здесь будет некий спектр излучения, да, полоса, а не одиночная линия. Да, так что, в принципе, это излучение может быть выделено на фоне однофотонного по своим спектральным характеристикам. Но, с другой стороны, мы, конечно же, сразу обнаруживаем, что здесь уже в операторе взаимодействия стоит единица на С в квадрате. Это уже для нас такой сигнал, и справедливый сигнал, что это будет очень сильно подавленное излучение. Даже в самом низшем порядке мультипольного разложения, когда мы вот эту экспоненту заменим на единицу, мы всё равно увидим, что вклад этого излучения в общую интенсивность не больше, чем вклад квадрупольного излучения, скажем, для нейритивистской системы. То есть оно всегда сильно меньше, чем дипольное излучение. И опять-таки мы его должны чётко выделять без анализа дополнительных, некого дополнительного анализа, только для переходов, где у нас междуначальным и конечным состоянием, где дипольный переход и один переход запрещён правилами отбора. В действительности для конкретных излучающих систем мы обычно обнаруживаем, что этот вклад меньше даже, чем и квадрупольный. Скажем, для той же линейной системы мы, как правило, обнаруживаем, что если у нас переход разрешён для квадрупольного излучения, то вклад в полную интенсивность, ну, скажем, в скорость перехода, лучше тут говорить, для двухфотонного слагаемого ещё меньше, чем даже у квадрупольного. И там оно всерьёз может конкурировать только с квадрупольными переходами, высокотопольными переходами со следующим порядком для вот той же самой линейной системы. Именно по этой причине мы, как правило, им не занимаемся, но, тем не менее, нужно помнить, что оно есть. И если у меня есть какой-то переход, который запрещён правилами отбора и в электрическом дипольном, и в магнитном дипольном, и в электрическом квадрупольном приближении, то, конечно же, уже это слагаемое по-хорошему надо учитывать. Мы ни в коем случае тогда точно не можем им пренебрегать. Ну, а уже, так сказать, конкурирует ли оно, скажем, с магнитным дипольным и электрическим квадрупольным, это надо выяснять для конкретной излучающей системы. Но в целом мы видим, да, что оно у нас всегда значительно слабее, хотя обладает такой любопытной особенностью. У меня, собственно, это дополнительная задача по данной теме, это как раз для конкретной излучающей системы, для линейного заряженного гармонического осциллята, а не элективистского, честно посчитать вклад электрического, двухфотонного излучения и попробовать сравнить его с вкладами электрического дипольного, электрического квадрупольного излучения на тех переходах, где те разрешены. Вот такое интересное упражнение для того, чтобы познакомиться поподробнее с этим двухфотонным излучением, можно выполнить в качестве дополнительного упражнения. и таким образом видно, что мы уже, в общем, научились описывать радиационные переходы достаточно подробно, и дальше на семинаре мы действительно посмотрим пару конкретных излучающих систем, которые позволят нам уже окончательно закрепить эти навыки. И на этом моменте я должен сказать, что рассмотрение и описание квантованного свободного электромагнитного поля в рамках нашего курса и изучение классической теории переходов закончены. У нас остается, по сути, последний такой раздел, но зато весьма важный, который обычно называют теория рассеяния. Важность его обусловлена тем, что, как вы наверняка знаете, рассеяние – это вообще основной инструмент изучения объектов физики микромира. Когда нам нужно выяснить, как устроено ядро или как устроен атом, то самый простой способ для экспериментатора – это направить на этот объект, на ядро, на этом поток каких-то частиц и посмотреть, как они на нем рассеются. То есть у нас вот эта задача рассеяния, она критически важна для всей физики микромира. И уже на следующей лекции мы к ней приступаем. Пока я просто напомню вам постановку задачи, чтобы мы настроились на соответствующий разговор. Итак, следующий шаг – это постановка задачи теории рассеяния. Типичная задача выглядит так. У нас есть некий пучок частиц. Обычно есть источник, который формирует, врождает частица примерно в состоянии, близком к состоянию с определенным импульсом. Разумеется, строго выдать состояние с определенным импульсом нельзя, потому что такая частица имела бы бесконечную неопределенность координаты. Но мы стараемся добиться и определенной локализации, но по координате она может быть вполне себе макроскопической, то есть этот пучок может иметь макроскопические вполне размеры, а вот частица в пучке должна иметь небольшой достаточно разброс импульсов. И на его пути расположена некая система, которую мы обычно называем в теории рассеяния мишень. И наш пучок с этой мишенью взаимодействует. Очень характерная характеристика это немножко получилось тавтологично, но очень характерная величина, описывающая свойства нашей мишени, так называемый радиус взаимодействия частицы мишень, R, ну вот так, частицы мишень, я буду Pt, то есть particle target, ну и я его буду в дальнейшем обозначать А, и как правило мы будем считать, что он конечный, потому что именно в этом случае взаимодействие, мы можем фиксировать взаимодействие частицы из пучка с мишенью, мы понимаем, что в этом случае это некая локализация нашей частицы, да, то есть если взаимодействие произошло, то частица оказалась локализована по крайней мере в области взаимодействия, как мы ее будем называть, а внутри на некой сфере на расстоянии не более вот этой самой величины А от центра нашей мишени. И этот радиус сразу дает нам характерный масштаб явлений, вот что очень важно, да, почему радиус взаимодействия частиц и мишень является важнейшей характеристикой. Ну, сразу все становится определенно, до сих пор я говорил например, что должна быть хорошая, что разброс импульса в частиц в начальном состоянии должен быть не очень большим. Я ж ничего не сказал, потому что импульс размерная величина, и сказать про него небольшой, маленький, большой, не сказать ничего, если не сказать по сравнению с чем. Как только мы ввели радиус взаимодействия, у нас возникает вполне естественный масштаб, мы говорим разброс импульса в пучке много меньше, чем Ашка. сразу появляется естественный масштаб импульса, и действительно, ведь если это требование выполнено, то что я говорю, если частица не провзаимодействовала с мишенью, то мне до неё и дела никакого нет, я её не изучаю. Если она провзаимодействовала с мишенью, то она оказалась локализована в области с размерами порядка А, и сама эта локализация вносит в её импульс неопределённость порядка Ашка. Поэтому если разброс импульсов в начальном пучке был много меньше, для любой частицы, которая провзаимодействовала с мишенью, об этом можно просто забыть. И мы действительно почти не отличаем частицы от частиц с определённым импульсом. Ну а потом экспериментатор поставит некий детектор, который будет ловить рассеянные частицы, и он собирает статистику, он собирает число частиц рассеянных, прилетающих в детектор. Ну а детектор, конечно же, вырезает некий элемент телесного угла дельта-омега вылета частицы. То есть есть некий элемент телесного угла, так что вылетевшие в пределах него частицы попадают в детектор, а за его пределами уже не попадают в детектор. И при этом экспериментатор считает число частиц, попавших в детектор, в единицу времени, дельта-Н плюс к дельта-Т. Такая величина называется потоком частиц, попадающих в детектор, то есть попадающих в данный элемент телесного угла дельта-омега. Дельта-Ж плюс я его буду написать, буду писать его, а соответственно падающий поток в этом случае можно реализовать G- плотностью потока падающих частиц, приходящихся, то есть частиц, проходящихся в единицу времени на единицу площади. Разумеется, в квантовой теории нехорошо говорить о частицах, потому что понятие это немножко неопределённое, но ясно, что просто вместо частиц, как это мы делали в классической механике, мы должны говорить о вероятности, то есть мы должны говорить о потоке вероятности регистрации частицы детектором и о плотности потока вероятности в падающем для одноначального состояния. Они все вычисляются. Ну и как вы знаете, основным результатом, который потом экспериментатор сообщает миру, вот так он провёл эти измерения, собрал статистику, является дифференциальное сечение dсигма. Ну я просто перехожу к пределу бесконечно маленьких дельта омега, перехожу к d омега дифференциалу, и тогда я ввожу дифференциальное сечение как отношение dg плюс к g минус. Естественно, эта величина является величиной размерности площади. С точки зрения механической аналогии оно как раз и даёт по сути какой-то элемент площадочки, в которую надо попасть, чтобы частица после рассеи не попала в детектор. Ну а сумма всех таких дифференциальных сечений интеграл от d сигма называется в данном случае полным сечением соответствующего рассеяния. Итак, как правило, постановка задачи теории рассеяния выглядит именно так. У нас есть некоторая мишень конечного радиуса, на который налетает поток частиц. Как выражаются экспериментаторы, хорошо сколлимированный поток частиц, то есть с малым разбросом импульсов. И мы стараемся определить дифференциальные полные сечения рассеяния. Это задача для теоретика, потому что экспериментатор будет сравнивать потом наши вычисления именно с этими же величинами, только измеренными в ходе реального эксперимента. Но более детально мы поговорим об этом уже на следующей лекции.